Мордочки щенков обмотали резинками для волос, чтобы они молчали, и бросили умирать. Когда техник случайно нашёл двух измученных питбулей с перетянутыми мордочками, вся их клетка была полна испражнений, а сами щенки были в ужасном состоянии. Техник занимался работами в жилом комплексе. Когда он открыл дверь квартиры, был шокирован ужасным запахом, а затем заметил небольшой пластиковый ящик в углу комнаты. Внутри были два семимесячных щенка. Мужчина счёл странным, что малыши не издали ни звука. Он присмотрелся и увидел, что мордочки щенков чем-то обмотаны. Позже выяснилось, что это были резинки для волос. Видимо, бросившие их люди не хотели, чтобы щенков нашли. Вся их клетка была полна испражнений, а сами щенки были в ужасном состоянии. За счёт того, что их мордочки были перетянуты, появился атек и покраснение. Мужчина не растерялся и позвонил спасателям, которые быстро забрали малышей. После осмотра ветеринары определили, что резинки находились на мордочках щенков около 12-24 часов. Сотрудники Центра спасения еле сдерживали слёзы, когда освобождали малышей от резинок. Мордочки были настолько туго перетянуты, что щенкам было больно. Они так скулили, когда мы снимали им резинки. Но их крики, когда они наконец были освобождены, были душераздирающими. Точка. Рассказала сотрудница Центра. Если бы этих бедняк нашли позже, все могло быть гораздо хуже. Позже метисов-питбулей, которых назвали Вестли и Дебби, отправили в приёмную семью, где они успешно восстанавливаются. Хотя сотрудники Центра ещё долго были на эмоциях после этой ужасной истории, теперь малыши в безопасности, и им больше никогда не сделают больно.